Время обеда И вот, что сегодня у нас с Антонио на обед Готовила не я, готовила его тетя И передала нам Передала вот оттуда С третьего этажа В общем, это такой летний салат Он холодный Подается с майонезом Значит, здесь рис Сосиски Морковка, зеленый горошек Яйца Сыр И, по-моему, все То, что я смогла увидеть Дальше есть Вот это что-то теплое, горячее Это болгарский перец С чесноком, с оливками Я не знаю, как он был приготовлен Но Антонио сказал, что мы его сейчас будем мешать С моцареллой Моцарелла, кстати, здесь подается Но не видно, что мы вылили Видите, водичка Она прямо в какой-нибудь глубокой емкости На стол ставится в этой жидкости И вот так вот отрезается Конечно, не сравнится с той моцареллой Которая у нас в Штатах продается Я ее, наверное, теперь вообще есть не смогу Так, и это Оливс Знаменитые итальянские оливки На рынке столько много разных видов продается В общем, я их не ем Это моему мужу И запивать мы это все будем Вот таким напитком Кстати, для пластиковых стаканчиков Если где-то еще не показывала Или кто-то не увидел Здесь используются вот такие подставки Чтобы они не падали Очень удобно Ребят, вот сейчас Когда начала есть салат Увидела также, что там и картошка вареная И лук И пикклс То есть маринованные огурчики То есть такая Очень-очень даже сборная солянка Насколько я не люблю рис Есть холодным Но этот салат мне очень даже понравился Я сейчас нахожусь в квартире Сестры своего мужа Они живут на третьем этаже Кажется, да, третий этаж Можно сказать, что это центр города Вот какой отсюда открывается вид Прекрасный Видно, что только что прошел дождь Причем он был довольно сильный Мы сначала поехали в старую гаету Вот как раз туда И вышли за мороженым Как раз начался дождь Пришлось к машине бежать Но ничего А то видео оттуда тоже будут Вот, как видно Пляж Точнее, нет, не пляж Здесь пляжа нет Пляж с другой стороны города И вот Как выглядят соседние окошки Балконы Домишки Характерная черта Италии Это то, что вы знаете Всех своих соседей в лицо Видите, как близко все балкончики расположены Все окошки Причем это еще повезло Они живут в таком угловом месте То есть у них нет соседей Прямо перед ними А вот если пройтись По маленьким улочкам Как в одном из моих видео я показывала То там, конечно Ужас, ужас Пиши пропало Ну вот тоже чья-то крыша Чьих-то соседей Они сюда выходят Здесь Кстати, белье сушат Стоит эта сушилка Кто-то может просто Со стульчиком выйти Посидеть Так, вот здесь есть еще один этаж Кстати Все хочу показать Видите, такое натяжное полотно Можно сказать Это плотная-плотная ткань Натягивают их здесь Для того, чтобы солнце Не проникало в квартиру Вот дверь Его можно Вот оно здесь так крепится Вот И то есть Когда оно вам не нужно Его можно свернуть И оно поднимается И вот там вот оно Крепится К низу Балкона Сверху Вот Что еще Вот с этим местом Где я проработал Много-много-много лет Практически всю свою жизнь Отец Антонио Он был механиком Он был один из лучших механиков В округе И он уже давно не работает Но к нему продолжают Иногда приезжать Советоваться Те, кто работает В настоящее время Это церковь Задняя часть церкви В которой мы крестили Софию Кстати, вот дождь Продолжает до сих пор идти Немножко Вот это заправочная станция Так вот Сама заправка С, а сбоку от нее Профессиональная мойка Автомобилей Здесь-то очень распространено То, что профессиональная мойка Тоже находится на заправке Что очень удобно В общем, вот такое небольшое Местечко Хотела вам показать Вите Парковочное место Это парковка Довольно-таки большая Для этого города Потому что городок небольшой И найти вот именно Такие парковочные места Все вместе Не так уж легко Кстати, смотрите Это самая маленькая Модель в Италии Модель автомобилей Так, ну что ж Время очередного аперитива Сейчас около 7 вечера Знаменитый Спритс Который я уже показывала Может быть еще нет Тогда покажу позже Когда вы его заказываете А стоит он Так, сейчас покажем 5 евро То вам также приносят Какой-нибудь снэк Закуску к нему То есть вы платите 5 евро Получаете напиток Чипсы Всегда обычно Принутся чипсы И вот такая тарелка С закусками Видите, здесь носит Кусочек с салями Такая булочка По-моему сосиской Внутри Оливки Вот есть кусочек ветчины Это фритата Да, очень, кстати, вкусно И что-то жаренькое Не знаю, что это Чики А, курица Жареная курица На wine was for extra cost А вот Примерно такой вот набор Закусок вы получаете с напитками Ну, конечно же, в разных местах Закуски разнятся Где-то что-то другое Вот Очередной бар Платаник Помню, мы сюда и 3 года назад приходили Он довольно-таки большой Видите, можно сесть и внутри И в основном столики стоят на улице Удобное расположение у него Сегодня на ужин мы никуда не пошли Решили остаться дома И поэтому заказали Корзоне Ездили в пиццерию Он считается одной из лучших мест здесь В городе, где делают Одни из лучших кальзоне И пиццу Вот как он выглядит Настоящий кальзоне У нас в Америке делают Но они выглядят Они, во-первых, гораздо меньше Во-вторых, они похожи на Такой большой толстый чебурек Ну, вот что значит настоящий Сейчас я его разрежу Посмотрим, что же там Ну, вот, пожалуйста, кальзоне в разрезе Значит, здесь Ветчина Сыр Рикотта И все Кстати, вот вчера на Кристинах Я снимала Ела блины с ветчиной Сыром было безумно вкусно И в томатном соусе В общем, такой кальзоне стоит 7 евро То есть мы их взяли сегодня 4 И также Взяли вот такие Картофельные Штучки С сыром внутри И пиво И пиво Где пиво растопишь И вот какое пиво мы пьем Перони Перони Окей Ну, а на десерт У нас вот такая коробочка Здесь более 1 килограмма джелата 4 разных вида Это Я хотела Стратичели Это нутелла А эти два я не поняла Что желтых Сейчас мы будем накладывать Вот здесь О, все такие Эти рожки Рогалики Кстати, когда покупаете мороженое Где-то Вам тоже такие дают И мы сейчас будем Все это раскладывать Такие маленькие Чашечки Знаете, чтобы не объесться На ночь Потому что уже Пол 11 вечера